Я только что вернулась из Индокура, была на форуме и в себе исполина Энтони Роббинса. Слышали они, да? Кто слышал об Энтони Роббинсе? Ну, почти половина, даже больше. Ну, я в сетевом бизнесе с 2011 года, это была другая предыдущая компания у меня, на сегодняшний день ее нет в России, она ушла с российского рынка на фоне санкций. И я обратила внимание на то, что там у нас тоже проводили тренинги, если они звали немножечко по-другому, мы увидим, становятся лучше. Да. И первое сентября прошлого года я впервые попала на выступление Энтони Роббинса у нас здесь в России. И уже тогда мне показалось, что опять же я не слышу все то же самое, понимаете? То, что мы и слышали на наших тренингах, только в моей первой компании, и то, что говорил Энтони Роббинс, опять же об этом же, да? О цели взросленности, о нашей миссии, нашей жизни, о том, что нужно строить отношения и любить всех. Почему я вам об этом говорю? Потому что люди бизнеса сегодня, которые пришли в бизнес, наша молодежь, наша талантливая, одаренная молодежь, они идут по тем же шагам. Вот они тоже по тем же ступенькам, они также растут. И мы, ну скажите, пожалуйста, вот я сейчас здесь вижу, ну большая часть аудитории это люди возраста, близкого к пенсии или пенсионного возраста. Правда? Интеллигентного. Интеллигентного, да. И где нам еще, как Факамадо сказала, где нам еще с вами строить бизнес, если не здесь, не в сети бумаг. Погласны с этим? Все уже поняли, что нужно создавать сети. Правда? Да. Я еще помню, когда у нас только-только зарождалось вот это новое капиталистическое общество, только-только там перестройка завершилась, да, и обратила внимание, что куда-нибудь пойди, все хотят наших денег. Согласны с этим? Все хотят наших денег. Я думаю, боже мой. Надо придумать, что надо тоже захотеть чуть-чуть денег. Даже тренинг у нас такой был, Мария Валовна, да? Нам говорили, отдай свои деньги, отдай свои деньги. Могу даже провести вам этот тренинг. Вот. И вот как раз этот тот вариант, когда вы можете зарабатывать деньги, когда вы создаете свои силы. Кто читал книжку Эй, Куори «Семь шагов, чтобы сдать профессионалу»? Вот она, видите, вот Саня Дубай. Она успешная? Она прочитала эту книгу. Прочитаете вы книги? Нет, говорят, с чего начать? Вот с этой книги начните. Я вам обещаю, что если вы прочитаете эту книгу, у вас в мозге повернулся точно. Вы начнете понимать, что надо делать. Люба, согласны со мной? Конечно. Еще как согласны? Вы знаете, там гениальный маркетинг план. Нам достаточно шести уровней, друзья мои. Шести уровней, чтобы стать кровным амассадором. Я это прочитала. Поверьте мне, у меня есть еще и исполнительные математические образования. Десять миллионов. Здесь будет десять процентов. Тоже двести миллионов. Делайте выводы сами. А здесь будет десять процентов. Сто восемь. Сколько? А, двести. Чего-то я неправильно считаю. Вот здесь 180 было. Вот здесь 180, а здесь двести. И умножаем на шестьдесят четыре. Получается двенадцать восемьсот. Согласны? Ну, давайте возражать. Двести миллионов, я считаю, нереально. Нереально. Правильно. Еще кто скажет? Да. Да ведь такое может быть, чтобы все по детьми приглашали. Так ли? Понятно. Согласны с этим? Принцип пары-то вам известен? Восемьсот на двадцать. Двадцать процентов делают работу за восемьсот процентов. Согласны с этим? Давайте возьмем двадцать процентов. Двадцать процентов. А двести миллионов? Сколько это будет? Сорок миллионов. Двадцать процентов от сорок миллионов. Можно сказать, что и двадцать процентов, маловероятно. Один процент посчитаем. Сколько будет на один процент? Два. На одном, что в уровне. Не считая вот этих вот вышестоящих. Евгений Новиков, он у нас на сегодняшний день имеет чек 150 тысяч евро в месяц. Сколько это будет денег? Квартиру покупать за месяц. В математике есть еще такая формула, что из ста процентов, только три процента имеет достаточную успех. Отлично. Семнадцать процентов более-менее что-то среднее. Не все дойдут до шестого уровня. А 70 процентов, они не дойдут и до второго. Не дойдут, конечно. Ну, право, абсолютно право. Не все дойдут. Это сетевая компания. Это оптовая компания. Мы предлагаем продукт для здоровья. Вы с этим согласны? Кто-то приходит на здоровье и будет покупать продукт для себя любимого. И кушать этот продукт, и оздоравливаться. У меня сегодня нету сейчас фотографий, или это надо искать. Я вам могу показать, какая я была. Кто видел мою фотографию? Как только я вошла в компанию, 10 килограмм бросила. Понимаете? Я избавилась от проблемы с сахарным диабетом. Есть у кого какие результаты еще? Кто может еще такой? Наташа, давай. А куда ж, если я войду туда и 10 килограмм, я задаю в шипу? Нет. Наташа, не говори, чтобы у вас в диабете не похудеть. Конечно, нет. И все по-разному продукты. Актроперта полный? Продукт сам находит проблему, отрицает незаряженные и он летит в проблему положительной заряженной клетке. Он сам найдет вашу проблему в вашем организме. То, что он найдет, это факт. То, что вы почувствуете или нет, я вам этого не объясню. Ну, эксперимент на вас могу провести. Хотите эксперимент? Вы уже слышали наш продукт? Да, только сейчас в зале. Я уже чувствую, прям, у меня что-то уже в чертах. Вы смеетесь? А на самом деле, кто видеоролики я показывала? По перелому, есть у нас офицеры, бывшие, лечил генералов. Генералов, он тоже мутерсиолог, вот, на травах, он сидел весь у меня на презентации, ну, не здесь, а в морске, естественно, да? Вот, и вдруг, вот как вы, он сейчас начал сидеть, а потом начал потаскать, закалить, я чувствую, я чувствую, я чувствую, я чувствую, понимаете, пожилой человек, совершенно незнакомый навык. Я просто вывела его из зала, могу даже ролик вам включить, вот так послушать. Вот. Самовнушение дело хорошее. Ты мне не как в самом врачу, врач, вот там подпрыгивался, он пришел, вот так вот, ногу тащил. Вышел, пошел. Да, вот видели, вот, видели, вот, именно, что вам говорят, видели, труд свою врачу. То же, там, то падает, то вставай, то волк, то... Он врач, он стал думать о том, как это работает, он говорит, я говорю, что он помогут? Вот это у вас конфетки, вот это у вас, как он сказал, таблетки, вот это у вас таблетки, вот это один леденец-слайд. Я вставку ему помогут. Я завтра буду здоровым. А у него одностороннее ранение. Вот, понимаете, это действительно все реально. Не все будут зарабатывать, абсолютно не все. Будут зарабатывать тот, кто действует. Почему я начала с инергией? Почему я начала с Антони Робинса? Туда приходят люди, которые хотят зарабатывать деньги, которые хотят строить бизнес, у которых есть какие-то свои цели. И они достигают этих целей, понимаете? Они достигают. Вот я тоже пришла в сетевой бизнес, я работала в другой работе, я была альтечником, работала в консалтинге, хорошие деньги зарабатывала. Мне только скучно было, понимаете? Вот скучно было. Утром на работу, вечером с работы, ребенок из меня растет, приходишь домой, уже выжжется лимон. Здесь тоже работают? Да. На семинары, на семинары. Каждому свое, найдите свое дело. Вот если вам это интересно быть в культуре, ну, ради бога, вот, можете там сниматься. Ну, я думаю, что вам еще интересно с людьми общаться. Вот мне здесь очень нравится, потому что я действительно общаюсь с людьми. И с вами в том числе. Мне интересно с вами. Вот вы взражаете, а мне интересно с вами. А мне с вами тоже интересно. Ну, вот видите, как вы. Вы получили первый вопрос, неважно, какой флот, надеюсь, 250 несут. Пошли дальше. Вы задавались вопросом, какое количество людей на улице, ну, на такое количество людей на улице я могу претендовать с точки зрения партнерства. Не задавались? Вы не помните, с чего я начал наш беседу? Да, с того, что партнерами. С того, что у нас огромное количество людей, с того, что это самое, с того, что сегодня у вас есть возможность уйти отсюда с партнерами. Сейчас подвожу к сути. И я сейчас отвечу вам на кучу вопросов. Скажите, кто боится подойти к человеку и пригласить с его сетевым ответом? Кому некомфортно? Ну, скажите честно. Не комфортно? Не хочу, не хожу. Я вам сегодня дал несколько фишечек. Вы полюбите это. Вы сегодня это полюбите. Скажем, здесь и сейчас. Вы сейчас будете это обожать. Давайте сейчас перенесем, перевернемся с головы на голову. Нет, с головы на голову, да? Значит, смотрите. Вы сейчас поставите себе цель. То есть, во-первых, какое количество людей может быть в моей судьбе? Как мне проще всего узнать, какое количество людей на улицу? Я иду по нескому. Какое количество людей как относится к стоматологии? Хорошо. Просить. Ребята, гениально. Подойти, спасибо. Что может быть проще? Отличие, да? Я захожу, говорю, деньги нужны? Пошли еще в тихомаркетинг. А что это такое? Не знаю. А если я спрошу, как вы отдастесь в тихомаркетинге? Скажете, плохо. Ну да, до свидания. А вы как? Хорошо. Ну давайте пообщаемся. Понял? Вы ловили фишку? Вот если я сейчас здесь отсюда выйду и дойду до площади восстания, как вы думаете? Что я сделаю? Здравствуйте. Как вы отдастся в тихомаркетинге? Отлично. Спасибо. А вы как? Плохо. Спасибо. А вы как? Я не знаю, что это такое. Спасибо. Вы знаете, что такое? И вот у меня родился такой маленький тренинг, необычайно эффективный. И вы сегодня все попробуете. Да, вы сегодня, вы сейчас выйдете на улицу. Чуть попозже, я вам еще кое-что расскажу. Мы настроимся, похакаем чуть-чуть. Вот. И вы сейчас, за 20 минут, каждый из вас принесет с улицы хотя бы один-два телефона. Это я вам гарантирую. Не было ни одного случая в моей практике за последние несколько месяцев, чтобы человек вышел 20 минут, не вернулся с телефона. И сейчас об этом, именно об этом сейчас чуть-чуть поговорим. Ухали на 5-10 минут. Смотрите. Первое. Первый посыл. Если я ищу на улице человека, который хочу либо что-то продать, либо куда-то пригласить, мне очень хочется получить дар. И поэтому, когда я получаю нет, я получаю удар, который мне так скажут, джж-землю, 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 правильно? Да-да-да. Вот. Поэтому не хочется. Но когда я вышел просто узнать, какое количество людей вокруг, как относятся к его маркетингу, то, конечно же, мне все равно. Мне нужна моя собственная, личная статистика. И после этого, когда мне человек говорит, что я, ну там, 5% в Киев, там 10% в Киев, а ты проверял мне? Ну иди проверь, потом с какого мы говорим. А я проверял. У меня несколько, ну, порядка 10-15 тысяч контрактов людей. Несколько групп в разных городах, Рязань, Томбов, Москва, Нижний Новгород, они проводили эту статистику. И она железобетонная, понимаете? Да, она у каждого по-разному. Одно дело, я выйду с полной уверенностью, другое дело, новичок, который только пришел. Он те же самые слова скажет, но по-другому. Но, тем не менее, ничего страшного в том, что вы спросите у человека о таком путевом относитесь, ничего страшного, поверьте, в этом нет. Итак, идея такая. Значит, у вас перед вами листочек такой. Здесь написано, написано сверху самое главное вопрос. Звучит он так. Давайте, чтобы вы услышали, вы видели, как со стороны смотрятся. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я статистические исследования провожу. Скажите, пожалуйста, как вы уложите на семью? Хорошо. Против等ите, пожалуйста, вашу тюльфу. Нет. Дальше. Давайте не будем... Давайте подследовательно. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я статистику провожу. Что это? Вы не знаете, что это? Нет. Против等ите, пожалуйста, вашу тюльфу. Зачем он вам? Потом отвечу. Здравствуйте, я зовут Михаил, я статистику провожу. Как вы уложите? Замечательно. Олимпий, что у вас есть? Подача такая, я задаю человеку вопрос и при любом ответе я прошу продавать телефон, и мне все равно, получите, дадут мне человек телефон или не дадут. Мне все равно, потому что я вышел на 20 минут для того, чтобы задать один вопрос большому количеству людей и получить среднестатистический ответ. Одно касание занимает несколько секунд, пять секунд. Вот если человек мне говорит, а ты чего, а зачем, извините, пожалуйста, я потом все отвечу на ваш вопрос, я сейчас занял статистику. Просто сейчас, ни секунды влюблено. Я по секунду влюблено. Вы говорите, хорошо, берите в комментарии. Ответил вопрос на сейчас. Мне дам телефон, спасибо, вы мне очень помогли. Я вам не дам телефон. Спасибо большое, очень помогли. Вы мне вошли с этим. Мне дало. Понимаете, чем дело? Что решается этим подходом? Во-первых, у вас уходит страх. Вообще. Вообще не страшно. Во-вторых, у вас появляется навык. Те, кто прошел вот эти вот несколько, два-три минуты, вышел на улицу, они начинают входить в кураж. Ну, примерно такие, там, внутри стоимость офиса, там, один товарищ Юровой. Вышел, я угорал, когда он стоял. Вот представьте, там, недалеко от метро, он так стоит, дали стена, вот так поток людей метро и обратно. Так, молодые люди, погодите сюда, у меня к вам вопрос, как к всем относитесь. Так, молодые люди, не проходите, я сейчас тоже вам затронусь. Эй, девочки, девочки, идите сюда, сейчас я вам задам вопрос в очередь. Ребята, ребята, по-моему, за полчаса у меня 200 контактов. У меня 200 касаний. Вот, у меня 200 контактов я не буду. У меня отчеты они присылают, ребята. И самое главное, когда вы пойдете на статистику и будете работать с этим упражнением, не ставьте себе цель получить телефон. Вот исключите из головы желание получить телефон. Вообще, забудьте, что вам что-то нужно. Вы занимаетесь исследовательской работой. Итак, смотрите. Здравствуйте, меня зовут так-то так-то. Скажи, я прожил статус следовательства. Отверьте, пожалуйста, на один вопрос. Как вы относитесь к вам ответа? Вы получаете любой ответ. Говорите, продекуйте, пожалуйста, ваш телефон. Поручаете любой ответ. Благодарите, скажите, спасибо большое. Вы мне очень помогли до свидания. Все. Если у вас вопрос возникает, зачем умыть телефон, я вас приглашу на лекцию, посвященную лекциям. Называется «Вся правда рынка труда в современной России. Как безопасно дожить, допустим, до 2024 года». Человек говорит, мне неинтересно это. Все. Все. Ребята, это статистика. Это статистика. Вам все равно, что они ответят. Самое интересное, что попадаются предприниматели, попадаются сетевики, попадаются что угодно. И пока мы не берем тему, ну, понимаете, это самый начальный период. Кто пришел сюда на один год работать? Ну, наверное, на 10, 20, 30 и более лет, правильно? То есть, наверное, так, ну, я здесь вижу себя много, много десятилетий. Потому что я вижу, ну, здесь мне все нравится. У меня нет ни одного минуса такого стратегического, который бы у меня заставил, рассматривал другой проект. Так вот, учитывая, что у нас неспешный процесс, как любой бизнес, вот это что, за пять минут решится? Нет, конечно, несколько месяцев, а то и нет, правильно? Здесь то же самое. Надо понимать, что есть первый этап. Вы делаете первую статистику тысячи человек. У вас своя статистика. За это время навыки задавания этого вопроса, вы становитесь профессионалами в задавании вопроса людям, как вы относитесь к этому ответу. Представляете, ты в чем профессионал? Ну, я там инженер, а ты в чем? Я программист, а я профессионал задавания вопросов. Какого? Как вам относитесь к этому? Вот первые навыки вы сейчас получите. Дальше. Здесь у вас таблица. Ну, к примеру, очень хорошо. Хорошо. Очень. Плохо. Плохо. И не знаю. Там еще будет ряд вопросов, не важно. Кто-то скажет, мне некогда. Ну, не обращайте внимания, считайте, что статистику не надо. Вот. И дальше, допустим, вы встречаете человека, там, здравствуйте, меня зовут Михаил, как вы относитесь к маркетингу? Очень хорошо. Я пишу, мужчина, 25 лет. Ну, примерно. То есть я начинаю с статистику по гендерному признаку и по взрослому признаку. Вот. Причем я стараюсь опрашивать всех. Ну, адекватных везде. То есть я к бомжу не подойду, потому что долго ему объясняешь, что ты статистику. Ну, хотя почему-нибудь. Тоже вариант. Ну, я говорю, что если я в секунду уложусь, я выполняю конкретную задачу. Секундное касание. Вопрос-ответ. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Вопрос-ответ. До свидания. Вот. Вы входите в определенную систему взаимоотношения с обществом. Скажите, касание. Вот вышли вот. Вы ушли на первый раз на 20 минут. Вот второй раз на 20 минут. А потом забудешься. Потому что так интересно. Во-первых, себя услышать, что у меня внутри творится. А во-вторых, что люди отвечают. И в-третьих, после второго-третьего раза, ну, там, понимаете, целая школа родилась постепенно. Потом еще, ну, я вам тоже в качестве презента еще одну технологию дам, но только после упражнения, которое мы сейчас выполняем. Ну, кому было страшно это делать? Нет. Кому это было противно делать? Очень страшно, наверное. Непривычно. Всего лишь, ребята, смотрите, всего лишь непривычно. И если бы сейчас каждый из вас вышел бы на улицу, вы хотя бы, вот ребята, они почувствовали что-то. Первый шаг нужно почувствовать. Смотрите, представьте, что мы спортивная команда и ваш тренер. Я вам говорю, давайте мы сейчас сделаем упражнение от подтягивания на турнике. А вы говорите, а мы никогда не подтягивались, мы сейчас научим. Для того, чтобы потянуться, нужно нас повисеть, почувствовать. И вот пока не повисите, вы никогда не почувствуете, что такое висеть на турнике. Вы никогда не почувствуете, сколько я теории вам не рассказывал, а если вы никогда не ездили на велосипеде или на коньках, вы никогда не сможете поехать в теории. Пока вы не возьмете этот велосипед, не оттолкнетесь, почувствуете баланс и вырываетесь в голове, что-то произойдет, вы сможете управлять своим организмом так, что у вас будет устойчивость, и вы будете спокойно ехать. Вот это очень важно. Любая практика, которая придет у вас к огромным деньгам, базируется на таких маленьких шагах, на одном вопросе. Один вопрос, как вы относитесь к сихотевому маркетингу? Все, один вопрос. И пока вы не зададите, и пока вы не почувствуете, как вы чувствуете, я разручаю твои ощущения. У меня есть какие-то ощущения. Что я испытываю? А вдруг меня пошлют? А вдруг неинтересно? А вдруг что? А я хочу от него то-то. В данном случае вам ничего от людей не надо. Вам просто нужно знать. Вот если я вас попросил сейчас сказать, ребята, давайте выйдите на улицу, я вам даю тысячу рублей, за час пересчитайте, сколько каштанов, сколько тополей, сколько берез, сколько кленов и так далее. Это сложная работа. Вопрос, да, клен, понятно, клен один, ага, каштан второй, ага, тополь, ага, и все. Потом пришли к вечеру и сказали, так вот на этой улице, столько тополей, столько клена, столько каштанов, столько и так далее. Вот что нужно на первом этапе. Первый этап, вот почувствовать вот это, увидеть клены. Я видел клены, а в каких клены? Ну какие такие, такие там, большие, маленькие, все. Поэтому, когда вы вот с этой задачей выходите, у вас нет никаких барьеров, но уже телефон это есть. Вы еще, вы еще, ну, полшага не сделали, еще только вдохнули, как говорится, и все. А уже вот телефон есть. Можно тогда вопрос вот по возражению конкретно, да, то есть гарантии, отпустим гарантии. Конкретно, лохотрон, пирамида. Идите сюда. Я сейчас покажу универсальный способ, стойте здесь, как работать с возражением. Ну, если это можно сказать, с возражением. Вот, мы идем навстречу, идем, 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 каждый со своим мнением. Я себе говорю, ну, сетевой, хорошо, вы как говорите? Это у нас отражение. Игорь, как он зовут? Юля, Юля, вы действительно правы. Сетевой маркетинг, это такое лохотронничье, я тоже так думал много лет. Но как только я понял статистику, как только я изучил эту статистику, я понял, что сетевой маркетинг – это самая устойчивая система экономических взаимоотношений. Каким мы путем сейчас идем? То есть, мы уже идем. Моим идем, понимаете? Поняли идею? Да. Все, да ты право, право, конечно, садитесь, пожалуйста. Согласитесь. Конечно, право, да естественно, разводняк полный. Я тоже так думал. И я читал это, я с вами согласен. Я еще кучу аргументов пользую. А потом так, если мы дали эту лохотрон, то иду. Но в то же время, знаете, я вдруг случайно зашел в интернет, зашел информацию, посмотрел, посмотрел, все, я уже иду. И мы же говорим о моей точке зрения, не вашей. Потому что у вас одна точка зрения – это лохотрон, никаких аргументов фактов. А у меня аргументы и факты и по этому поводу, и по этому поводу. А это сама, поняли? Ну все. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Давайте, это, скандируем. Дин, 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 дин. Дин, дин, дин. Дин, дин. Дин, 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 дин. Дин, дин, дин. Мечты, говорят, лучше достигают квалификации. Вот, Наташа, вот, будущий амбассадор. Я знаю. Теперь смотрите, вот, вот, на старку руководить, то есть у Наташи есть люди, которых она растет до уровня амбассадора. И она говорит, твоя задача стать амбассадором, да? Вот, это ваш третий уровень. Компоративный директор. Вот, этот человек, кто у тебя есть, он учит стать компоративным директором. Здесь четвертый уровень, здесь пятый уровень и вот этот шестой уровень. То есть уже сегодня, уже сегодня человек, который к вам пришел, да и вы говорите, твоя задача первая какая? Стать менеджером. Как в обычном линейном бизнесе, как в любой организации, которая устраивается на работу, вам говорят, сначала ты достигаешь уровня обычного простого работника, потом понимаешь, что вам дают старший, потом ведущий и так далее. Так видите? Институтно, институтно, неважно. И то же самое, начиная с менеджера, достигли уровня, специально, старший менеджер и так далее, и тому подобное. Все, все, вот вам, пожалуйста, шестой уровней. Пройдите эти ступеньки и вы станете кругом амбассадора. Просто? На картинке просто, да? На картинке просто. На самом деле, конечно, это труд. Это труд, но он доставляет радость. Вот мне это доставляет радость, мне это доставляет удовольствие, потому что все это, все это, ну, как бы, это схема, это структура, да, обычная структура, гарьерная речь. Но главное, это люди. Люди, которые вокруг нас. Люди, которые позитивные, да? Вот всем вам еще раз я хочу сказать огромное спасибо, что вы в воскресенье пришли сюда, захотели послушать, да? Хотели узнать что-то новое. И люди, которые приходят, с ними общаться одно удовольствие просто. Правда? К нам другие люди не приходят. Они если придут и не понравятся, они уйдут, да? Они в эти счеты уходят. А позитивные люди оставиваются. Вот это самое ценное, то, что сетевой бизнес – это бизнес-отношение. И если вы сегодня умеете строить сетевой бизнес, завтра вы сделаете, может быть, вы или ваши дети, ваши внуки, они увидев, как вы это делаете, они достигнут значительно больше, вы создадут собственной организации. Как Сергей Сергеевич Куликов, да? Человек, который пришел в сетевой бизнес однажды, а потом сказал, я хочу свою компанию. И создал ее. И пятое преимущество, которое мы с вами сказали, это то, что здесь вас научат. Здесь есть чему учиться. Онлайн, оффлайн, бери и учись. Участвуйте в событиях компании, выполняйте все промоушены, и вы будете достигать успеха. Я вам это обещаю. Спасибо вам большое. Спасибо. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся, и не забываем поставить колокольчик, для того, чтобы не пропустить новых видеороликов. Субтитры сделал DimaTorzok